И в завершении выпуска про спорт Мурман встретился на домашнем поле с Кузбассом. Напомним, команда из Кимерова, прошлогодний обладатель Кубка страны по хоккею с мячом и лидер турнирной таблицы нынешнего первенства. Несмотря на статус хозяева, первыми распечатали ворота соперника. Мяч нашим спортсменам удалось забить уже на восьмой минуте игры. На перерыв хоккеисты ушли со счетом 2-2. А вот после матч для Мурмана пошел не так успешно. Кузбасс начал атаковать, стремительно увеличивая отрыв. В итоге на табло застыли цифры 3-7 в пользу гостей. Следующая игра на домашнем стадионе состоится 11 января. Мурман встретится с красноярским Енисеем. Начало матча в 18-30. Соперник, еще раз повторюсь, без того мастеровитый и быстрый. И когда он ведет в счете, у соперника все получается. Но очень академично и нерасторопно мы сыграли около своих ворот. Вот, поэтому с ребятами поговорили сейчас после игры. Достаточно так активно пообщались. Ну и так в целом, конечно, эпизодами продвигались вперед. Да, были еще там пару-тройку моментов. Ну, на сегодняшний момент поражение тут ничего не скажешь. Мы в прошлой игре оставили очень много и физических, и эмоций мы потратили и во время игры, и после игры. Эмоций, они, знаете, очень много в нашем деле. Ими играют большую роль в этом плане. Конечно, немножко, ребята, пустоватые были, но ничего. И, наверное, совокупность вот этого, плюс еще то, что в первом тайме лед не был залит. Да, он такой немножко сложновато был.